Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша постоянная рубрика «Гость студии» сменила локацию. Сейчас мы находимся в парке нефтехимиков. Два редактора, в прошлом два журналиста встретились именно здесь. Представляю вам главного редактора телекомпании «Аксис» Ирину Шавлюк. Маша, здравствуйте! Ирина, первый вопрос. Расскажите немного о себе. Я знаю, что в 2018 году, хочется сказать, в далеком, но не совсем далекий этот год, вы пришли в телекомпанию «Аксис». Какие первые впечатления были у вас? На самом деле, меня очень сильно поразил коллектив «Аксиса». Раньше мы когда-то были конкурентами, я работала в другой телекомпании, с ребятами встречались на съемке. Но когда я пришла, это был какой-то такой единый организм. Каждый журналист, каждый редактор, он существовал вроде как сам по себе. Снимал сюжеты, готовил какие-то передачи, кто-то монтировал, кто-то ездил на съемки. Но все это работало как часы. То есть по итогу выходили какие-то сюжеты, передачи, программы. И казалось, вот как это все, все вроде как-то бегают, как в муравейнике. А потом хоп, и получается такой достойный, хороший продукт. И продукт был действительно хороший, потому что работало очень много профессиональных людей, которые знали свое дело, которые любили свое дело. Ну и жили в прямом смысле телевизионной вот этой вот эйфории. Говорите об этом в прошлом. Был продукт. Ну как бы сейчас коллектив поменялся, время поменялось. Но сейчас с точки зрения редактора, я думаю, что продукт стал намного лучше. Безусловно. Вы спросили меня о первых впечатлениях, и я ими поделилась. Потому что у многих есть ассоциация, что региональные ТВ, которые находятся в глубинке, где-то на задворках, они не настолько талантливые, не настолько активные. И вот акция с прямой этому доказательства, что это не так. Что здесь живут и работают талантливые люди, которые делают гениальнейшие продукты телевизионного формата. Сейчас, да, коллектив, он обновился. Телевизионщики – это такие люди, которые не сидят на месте. Кто-то трансформируется в другие профессии, кто-то уходит выше на федеральные каналы, кто-то просто покидает эту профессию. Это, правда, очень редко случается, но случается. Приходят новые люди, они не менее талантливые, они начинают учиться, они вовлекаются в эту жизнь и создают не менее гениальные проекты. Все проекты, которые на Актисе были и есть, и я думаю, что они будут еще многие годы выходить, они модифицируются, становятся лучше, становятся масштабнее, в каком-то смысле даже глобальнее. Потому что мы освещаем события не только города, но и в целом всего региона. Это тоже немаловажно. А вот какой самый первый проект или самая первая серия сюжетов, которая запала в душу, в сердце и вспоминается с теплом, который вы делали, когда еще были журналистами? Маш-журналисты – это такие люди, которые очень близко воспринимают все происходящее внутри. Они способны сопереживать и очень часто хотят помочь своим героям в решении каких-то проблем. Придя в телекомпанию Актис, я попала в тот период, когда в Ангарске была глобальная проблема с заменой лифтов. Лифты стояли по нескольку месяцев, по полгода. Люди ходили пешком на девятые этажи, были сердечные приступы, инсульты. И все на свете. И вот как раз-таки я занялась этой проблематикой, снимала серию сюжетов, общалась с людьми разного уровня. И что немаловажно, эта проблема была решена. Люди, виновные в создании вот этих вот проблем, они понесли законное наказание. И да, мне как журналисту очень отрадно, что я приложила к этому уроку. Что мое мнение услышали. В чем-то это помогло в каких-то расследованиях. Потому что именно на материалах корреспондентов были возбуждены, по материалам корреспондентов были возбуждены прокурорские проверки. Ну и дальше, дальше это уже нарастало как снежный ком, который в итоге закончился громким уголовным делом, серией арестов. Ну и вот недавно был уже даже приговор суда. Как замечательно. Это просто настоящее журналистское расследование. Ну, в какой-то степени может быть, да. Скромно, да. Вот после этого начался карьерный рост. После этих громких материалов. Ну, я думаю, что нет. Пришло время, и мне предложили должность шеф-редактора. Подумав некоторое время, это было очень непростое решение. Но все-таки я согласилась, заняла место шеф-редактора, и уже занялась несколько иной работой. Это уже больше такая редакционная, глубокая работа. У меня стало меньше выездов, меньше встреч с людьми. Но тем временем я начала учить новых приходящих журналистов. Это тоже интересно. Интересно смотреть, как они приходят неопытными, только-только делающими первые шаги. И потом из них вырастают уже какие-то личности. Это тоже очень интересно. И отрадно за этим всем наблюдать. И смотреть, как они развиваются. Это замечательно. Я вот слушаю, и мне это очень приятно тоже, потому что, признаюсь, что мы знакомы давно. Я еще тогда была газетным журналистом. Мы с Ирой пересекались на различных мероприятиях, общались. Потом, когда я только-только пришла в Актиз, многие советы получала от твоих коллег, от ваших коллег. Вот, и, ну, то есть, вот эта вот точка роста, она буквально уж была на моих глазах. И совсем непродолжительный период времени вы побывали с шеф-редактором. Раз, и объявление о том, что Ирина Шавлюк становится главным редактором телеканала. Это совершенно другие обязанности. Это огромнейшая масштабная работа. Это большая ответственность. И главный редактор – это не руководитель отдельного отдела, а главный редактор – он над всеми. Вот как с этим всем справиться? Как на все хватает сил? На самом деле, когда я услышала объявление о том, что я назначена главным редактором, я испытала некий шок. Во-первых, это огромнейшая ответственность. Это уже действительно вы подметили руководить не просто каким-то небольшим отделом новостей, ну или даже просто большим, но одним отделом. Это ответственность за целую редакцию. Огромное количество людей. Это и монтажная группа, и операторы, и журналисты. Это и редакция программ. И это невероятно сложно, невероятно ответственно. Но, тем не менее, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И также мы приступаем, работаем, реализуем какие-то свои задачи. Их с каждым разом становится все больше и больше. Потому что, еще раз отмечу, да, телекомпания развивается, мы не стоим на месте. Мы стараемся соответствовать своему статусу нового регионального канала. Правда, это уже не новость, да, но тем не менее, нужно учитывать тот факт, что на каком уровне мы работаем. И, соответственно, иметь и поддерживать этот статус очень достойно. Телекомпания «Актиз» в данный момент подходит к 30-летнему рубежу. Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка? Какие эмоции охватывают вас сейчас не только как главного редактора, а как обычного человека, как достойного руководителя? Мария, да, на самом деле, очень важно любому человеку, в любом коллективе, в любой компании, когда ты переживаешь вот эти моменты юбилейные. Это определенная ответственность. Почему? Потому что 30-летний рубеж для телекомпании – это очень значимая цифра, тем более регионального, тем более городского канала. Это подведение каких-то итогов. Что было сделано, как это было сделано и что еще предстоит впереди. А впереди у нас огромная работа, очень много гениальнейших проектов, задумок, которые мы планируем в ближайшее время реализовывать, очень много. Самое главное, чтобы у нас все это получилось, чтобы ничто нам не помешало воплотить, скажем так, свои планы в эту жизнь. На этой оптимистичной ноте мы завершаем нашу беседу и я передаю слово ведущим программы «Новый день» Дарье и Игорю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова